здравствуйте сегодня у нас в гостях профессор савельев здравствуйте который все понимает как человек думает а также понимает как бы он должен думать и у меня собственно к нему вопрос очень простой если мы посмотрим на выборы в соединенных штатах америки и даже не на сами выборы а на комментарии людей которые читают то что написано в сми то мы видим что у людей резко упала критическое мышление то есть они верят тому что они видят в телевизорах читают в интернете читают в газетах я как человек который учился в советское время но мы-то точно знали что есть то что говорить надо есть как на самом деле при этом мы понимали что это далеко не всегда совпадает но это было некоторые правила игры а главное все советские люди понимали что поскольку ничего другого не бывает в принципе нигде и никогда вопрос только в том как за зазор между тем как надо и тем что на самом деле был не слишком большим конечно сегодня он стал запредельно большую то есть история вот с фальсификации американских выборов она выглядит непристойно вот вот именно непристойно со всех точек зрения и по этой причине у меня вопрос что и как но хотя бы теоретически можно сделать я понимаю что это будет выглядеть как некоторая абстракция на на первом этапе потому что осуществить программы такого масштаба но сколько понадобилось стали на сколько там 30-35 лет для того чтобы хотя бы немножко выйти на уровень при котором зазор сократился не исчез между тем как надо и тем соответственно как на самом деле а хотя бы сократился а сейчас он наоборот снова увеличился я поэтому хотел вас спросить ваше мнение каким бы бы мог быть проект ну понятно до нуля этот зазор свести нельзя но хотя бы так чтобы люди в общем понимали что есть некоторое ну движение от того как есть к тому как должно быть и оно как бы может быть когда-нибудь может завершиться успех есть как бы несколько решений этой проблемы есть быстрое тактическое а есть сложное стратегическое быстро и тактическое это давайте соберемся все хорошие убьем всех плохих нет нет никаких убийств вот вот в чем мой подход меня многократно обвиняли во всех смертных грехах и жестокостях разнообразных но я все время говорю что мой подход отличается от сегодняшнего людоедского правила игры которые существуют тем что я не предлагаю никого уничтожать знаете есть такой анекдот когда доктор к доктору приходит больной и говорит вы знаете доктор вот я был у хирурга у меня значит причинное место потемнело доктор снимает смотрит и говорит да ужасно вот мне хирург говорит что надо только отрезать могут ни в коем случае подпрыгнуть и два раза вот видите он сам отвалился вот я за естественный подход так чтобы сам отвалился то есть мы решить на самом деле нужно два двумя способом первый самый простой и тот который отсутствует западной европе и в сша особенно это результат нескольких поколений жизни в биологически идеальных условиях я здесь недавно говорил об этом это как как бы рай потому что они благодаря ограблению там латинской америки европы во после второй мировой войны финансовых манипуляций с помощью которых людям давали деньги которые не зарабатывали на самом деле вообще это развращает это развратило их так то есть обезьянник стал просто райским и в этом обе райском обезьяннике не надо иметь системы двойных стандартов пресе виссарионович я вот помню же советские времена очень хорошо там до 30 с лишним лет при них жил всегда точно двойной стандарт один то что мы говорим на кухне второе то что мы говорим в школе при этом очень важная штука это все знали все признавали и какой-нибудь секретарь кома оказавшись у вас на кухне начинал вести себя совершенно адекватно да он там как в родном месте и у него на кухне более того в моей жизни была смешная история когда мы ему папе позвонили и попросили его позаниматься с мальчиком 5 или 6 класс и папа к нему приехал к мальчику ну там какая-то такая генеральская квартира и дедушка старенький лысенький дедушка значит папа позанимался с мальчиком дал ему какую-то задачу вышел на кухню дедушка ему варил кофе папа говорил что очень хорошо варил кофе и соответственно объяснял о своих проблемах что у этого значит малолетнего папа в швейцарии мама швейцарии или наоборот и он вот как бы пытается его воспитывать у него не получается вот он мучается и папа пошла вы на пенсии и тут этот значит засмеялся и сказал леонид григорьевич это все ретушеры проклятые виноваты меня зовут борис николаевич пономарев я кандидат члены политбюро цк кпсс и папа каждый четверг значит приходил борис никому год на учебный год приходил борис николаевич пономарева это очень смешно было как значит ребенок сам воспринимал всю эту картину папа будет абсолютно говорит нормальный ребенок не не тупенький но просто его их его учителя боялись потому что дедушка когда в школу приходил все тряслись от ужаса вот а дедушка это был абсолютно адекватным человеком который отлично знал как устроена реальная жизнь он мог там может быть не знать сколько стоит проезд в метро но все остальное он знал отлично и папа говорил что ему было очень легко с ним разговаривать потому что он вот все вот эти вот как бы вот идеологические штуки даже близко не было ну конечно то есть это система которую даже на уровне пономарева значит все отличное восприятие либо она была двойная и ни у кого не было сомнений а вот в сша благодаря стараниям их финансистов которые на самом деле су по сути дела обеспечивая затыкая дыры и тогда таска создавая людям идеальные условия делали под себя по самом деле потому что теперь это все за это придется отвечать потому что людей первое нет стандартов они считают что как говорится так оно и есть на самом деле ведь это же катастрофа представьте себе вот у нас был образ движение в сторону либерального капитализма всего там 25 лет назад и все были в восторге мы сдавали там страну экономику все сдали и был просто свинячий восторг тех же сша и всего лишь за 15 лет нас переделали в зверей в глазах американцев это что значит это значит что системы двойных стандартов нет то есть объективной оценки происходящего нет вообще и быть не может и в россии была примерно такая же история вспомните чеховские рассказы до начала исторического материализма то есть до октябрьского переворота все было ровно также также вспомните его рассказы о том как дачу там кто-то снимал и прочее прочее там все с удивлением сталкивались самим намеком на второй слой когда вот там с девушкой отношения не душевные а просто она когда он считает счетов это 200 рублей за что он говорит как за что и вот чехов собственно говоря весь парадоксальность чеховского чеховских рассказов о том что он пытался человек умный и наблюдательный пытался рассказать о том что существует двойная система про врача который начал там бороться за всякие с безобразиями там помогать бедным несчастным и прочее а потом закончилось тем что по-моему ионыч называется он сидел и по вечерами уже в зрелом поливозу просто считал трешки и вот чехов показывал что существует двойная система ее не было в россии также точно и огромное преимущество построение коммунизма неудачно но тем не менее в том что возникла двойная система она не то что она хорошая а то что есть адекватные события и неадекватные мечты которым надо стремиться вроде как вот на западе этого ничего нет поэтому на то чтобы привести их так сказать в нормальное состояние то есть сформировать систему двойных стандартов внутри каждой головы потребуется тоже пару поколений и причем таких суровых условий но я думаю что они скоро наступят и там у них прояснение в головах возникнет тоже все к тому идет просветление да а это тактический способ когда вот аля иосиф сиренович вот во франции сейчас надеюсь недавно я читал выступление макрона это просто ужас он просто предлагает начать строить социализм 21 года просто откровенно ну молодец уже прошло сто лет пора уже сообразить даже фрава франции французская философия и политология она вообще дико с так ну я бы сказал коммунизирована да она это отдельная песня а это тактический а стратегически вообще нужно наконец-то признать то чем значит меня есть последнее время особенно интенсивно ругают что особенно приятно потому что мы знаем что нет лучше рекламы чем рука это мечта всякого человека там когда меня стали очень интенсивно ругать мой издатель все время порывался доплатить этим людям я говорю упаси вас бог вы их напугаете они перестанут меня ругать он как ну ты посмотри вот полгода только тебя поносит на всех канал где только можно и у нас выросли в четыре раза продажи город лично я перейду на другой сорт коньяка все чудесно горе ни в коем случае так вот и стратегический то что я собственно я предлагаю я предлагаю предложил в циничной форме нахальный глобальный проект то есть обнаглел до такой степени что предложил глобальный проект а вот представим себе что все действительно здорово и вот то что вы предлагаете то что готовить по сути дела потому что самое главное не решить проблему ее подготовить ее реализацию это основная вот представьте что произошло а люди а чего с человеками будем делать они-то разные вот в чем проблема я поэтому подхожу с биологической чистой точки зрения но если у нас изменчивость головного мозга в десятки раз по структурам то всегда найдется мерзавец всегда найдется прохиндей всегда пройдет как коммунистическими имитатор который бил себя в грудь там шел ну вот мой опыт чиновника я очень долго очень много читал разных книжек по коррупции 10 процентов не ворует никогда хоть их режь да вот я не могу ну вот ну не могу да вот но не получается но у меня тоже грех к сожалению такой есть хотелось бы научиться но получается 10 процентов ворует всегда даже если руки отрубают у саудовской аравии есть воры казалось бы бред же руки же отрубают они не невозможно но в китае стреляют вот а 80 процентов как все то есть если есть сигнал можно воровать они все начинают дружно воровать а если сигнал не воровать но правда вот есть хохлы у которых этнические особенности отдельная тема за которую меня особенно ругают вот и к сожалению да этнические есть но на больших статистических выборах это начинает срабатывать это отдельный разговор сейчас это именно статистическое то есть каждому конкретному человеку это не относится нет 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 конечно а глобальный проект состоит в том что нужно если мы хотим сделать так чтобы у нас значит те кто не ворует был образцом для 80 процентов тогда нужно их как-то найти найти их невозможно потому что всегда окажутся люди с определенной формой языка которые для лизания очень приспособлены там особенно горящими глазами по поводу того что начальство сказал то есть обманут обязательно а теперь вопрос как что-то предлагают церебральный сортинг построенный на конструкции головного мозга просто тупо проверять людей с помощью высоко разрешающих то мог сделать его уже можно пять лет с разрешением один воксель на человека проверяют и говорят ну вот ты ни на что не способен основной вопрос на претензии ко мне а вот что делать с теми кто ни на что не способен я говорю надо дать им возможность сделать то что они умеют лучше всего есть пить и размножаться потому что поскольку мозг как правило не наследует лучшие качества своих родителей и худшие кстати тоже и худшие тоже пусть размножаются смотришь из их детей можно будет отобрать какая же кривая распределение нормальное распределение куда не денешься я говорю они все равно там через три поколения ну будет это говорю дешевле намного просто кормить и создавать условия для размножения чем ловить там изолировать бороться с их воровством они все ничего не будут делать но они не хотят потому что у них основная цель еда размножения доминантность но а вот если их захотел выпендриться то есть доминантность то тут делала намного сложнее ты должен так уметь выполнить работу с помощью которой ты выпендришься ну например просто проложить например там проводку что это будет наградой то есть работа поощрение и отход от праздности конечно таких будет не так нужно расскажу историю да у нашей знакомой живет дома не то там четыре не до пять собак и ей оставили в на две недели подружка еще своего юрка маленький да ну не совсем маленького ну так обычно а этот йорк естественно дедовщину никто не отменял пришел в чужую стаю никто тебя не звал чем его так третировали ел он значит совсем чуть-чуть поскольку не смог ну и так далее а дед дня через два они в очередной раз пошли гулять и увидели и проходили мимо помойки и там увидели замечательную картинку значит несколько котов в круг сидят и посередке пасюк такой здоровый который в разные стороны щерится смотрит на этих котов так злобно а коты они домашние ну да они не приучены они да они не могут пера можно же и схлопотать да тут можно усе там еще чем страшновато другой стороны пасюк тоже конечно пытается убежать тут со спины то точно точно возьмут поэтому он так на них бросается в расчете на то что им надоест они уйдут сами и этот йорк увидев этого пасюка просто у него крышу снесло он рванулся а йорки довольно быстро бегают рванулся туда схватил этого пасюка и в два укуса его задушил но пасюк его укусил то тоже ну что делать собак отвезли домой и даже не кормили утром ну потому что не до того а йорка по повезли к ветеринару укол делать пасюк то ну да мощно и дальше картина его значит уже вылеченного привезли домой разложили еду по тарелкам и вся стая ждала пока он не пройдет и первым не начнет есть после этого все остальные подошли к своим мискам это к вопросу о доминировании так вот у нас есть особенности мозга которые мы можем прижизненно сейчас определить и таким образом отобрать людей которые способны хоть что-то делать даже уж не ладно там гений не надо какие-то таланты просто здравомыслие минимальное должно быть остальных просто кормить и размножить я когда учил детей в школе я им говорил дети самое страшное что может быть человеком если он станет импотентом дети хи-хи-хи или дети вот вы не понимаете импотент это существо вся жизнедеятельность которого выражается глаголами несовершенного вида вот а если у человека хоть какая-то деятельность получается совершенным глаголами совершенного вида то есть он может выдать законченный результат то в этом случае его безусловно вот туда и надо тягать конечно конечно информационное агентство аврора наша точка зрения станет вашей точкой опоры просто у нас есть проблема связанные с тем что определите это архи сложно таких мало кстати таких очень мало но дело в том что современные технологии в том числе компьютеры замечательно замечательно современные технологии промышленные где там автоматические заводы и прочее прочее там не так много надо людей чтобы за этим всем управлять особенно сейчас там у знаменитой истории с производством тех самых одежды кроссовок там прочее прочее к 23 инженера управляют там заводом к на которой раньше бы 600 человек работал то есть мы можем сейчас содержать до сохранения репродуктивных функций огромное количество того тех людей которые не обладают выраженными способностями и давать ему возможность самореализоваться тогда когда не очень хорошо себя ведут и выучили например там про провода они не просто выучили поскольку времени сколько хочешь он изучит там 10 инженерных курсов и станет супер про электриком для того чтобы сделать вам хорошо на даче проводку и это будет огромной наградой для него потому что на безделие будет сходить с ума ну вот еще тут спокойно вот смотри в эту штучку на ладонную еще 1 ешь и размножайся еще одну историю у нас на даче сделали проводку и пришли два специалиста надо же псису поставить разрешено можно подключить к магистрали молодой и постарше молодой посмотрел сразу бежал внутрь дома искать там как розетки еще чего-то вот который постарше говорит щиток покажите пожалуйста мы открываем щиток он смотрит давайте вашу бумажку я распишусь молодой выбегает из дома ты что ты что надо же посмотреть ну типа вдруг чуть найдем это же бизнес на что этот постарше у него смотрит и говорит посмотри на щиток это игорь делал ты здесь ничего не найдешь и я ничего не найду поэтому подписываем идем дальше но вот это к вопросу это вопрос а мастерстве а мастерстве профессионализм но это профессионализм и мастерство не может возникнуть на конвейере когда приходят полупьяный там сантехник тебе домой там чего-то делает что потом отваливается это должно быть счастье и награда потому что сейчас нет необходимости в таком количестве вот этих людей а америка пройдет вот эту фазу ничего не сделаешь то есть глобально мы можем глобальный проект это отделение умных от дураков это не знаю что дураков надо уничтожать упаси бог наоборот создать им идеальные условия для размножения в теплые страны чтобы там не топить помещение там чтобы они не разрушали не загаживали окружающую среду то есть грета будет восторге вот там пол швеции надо как раз куда-нибудь потюплее где и там их подешевле содержать нет там фруктов много ну и самые лучшие будут иметь право например собирать банан но тогда у них надо отбирать детей детей в любом случае церебральный сортинг подразумевает начиная с раннего возраста анализ мозга то есть и как только появляются какие-то признаки надо извлекать иначе они заложат с трех до пяти лет такие особенности поведения ну как например террористы во всяких горячих точках что потом с этими детьми не никто не знает чего делать потому что это все равно всплывет это называю своих книжках социальным инстинктом он закладывается и дальше уничтожить нельзя он будет имитировать ты можешь его задавить морально но при первой возможности она всплывет она всплывет и всплывет так что мало не покажется при этом без всяких внешних воздействий вот вы читали рассказ азимова олимпиада да ну вот это примерно то же самое да примерно то же самое вот только у нас сейчас появился понимаете очень для меня ваше появился впервые объективный способ отличить ну там же тоже объектив особенного да ну там тоже бежать на по здесь это способ такой что можно реализовывать всю жизнь не только не могу работать я буду работать но там было творить нравится вам это или нет ну да здесь примерно то же самое но это тогда и будет счастьем да это то самый поиск счастья человек занимается тем к чему он лучше там кстати объясняется очень мы же не можем простым людям объяснять правду ну конечно что есть люди которые как бы выше их да это неправильно потому что им это обидно ну конечно обидно что ничего не сделаешь потому что если это не будет обидно то тогда не будет возможности использовать их детей но что здесь хотя бы шансы есть у детей проявить свои лучшие качества те которые им дали ради случайным образом язык номерности нет то есть собственно говоря вот два проблемы или две проблемы двумя тактически мы решаем проблему способом насилия как у нас в стране было во времена сталина или второй вариант более-менее гуманной когда с помощью серебряного сортинга определяем способности кто способен тот делает кто не способен тот занимается любимым обезьянними делает бобуинизация на самом деле как вот я же учил детей в школе а это же видно все дети ярко талантливы до тех пор пока не наступает половые да как гормоны половые не падают дальше соответственно люди резко меняются в худшую сторону хотя ублюдки они уже и в пять лет ублюдки они видны вы знаете у меня мама работала в детском саду почти без малого 40 лет и она наблюдала за детьми которые вот с очень раннего возраста там проходят она говорит вот ну видно уже там младшая группа среди к средней группе уже все ясно и потом проходит там 30 лет она сталкивается так и иначе потому что какие-то замкнутые советские времена это был достаточно замкнутая система там детский сад от завода люди там завод там институт при этом заводе в общем все очень близко и вот и так или иначе пересекались ну и вот ровно как предполагали ровно как вот он там в пять лет так примерно она реализовался и ничего не сделаешь но дело в том что наверняка даже у таких есть способности которые надо использовать вот вот как показывает опыт способности вот в детском возрасте есть практически у всех они разные и надо их в этом месте ловить потому что когда они становятся подростками если ты до того не поймал то после уже ловить а ты не сможешь отличить тогда от половой имитации лоба половое созревание вызывает имитацию поведения для этого писал книжку называется морфология сознания о том как в первом томе как раз том как мозг созревает и что можно из этого выловить то есть что делать нельзя потому что это отчасти книжка для защиты детей я просто в редкий случай поступаю как пацифист гуманист потому что хотел бы защитить детей от мамок они их так любят что вот вот душат на корню все что можно ну вот вот это первое то что мозг созревает по неким скономерностям которые надо знать иначе ты испортишь ребенка но просто ну вот и как раз об там специально пишу о том что до до полового созревания они все проявляют и способности их много чего можно научить и они с удовольствием учатся и проявляют такие таланты что ты никогда не ожидаешь но как только возникает пиписковый вопрос все заканчивается но ты потом только через 10-15 лет более того если ты пытаешься этот вопрос каким-то образом отложить то в результате получаются моральные уроды которые которые над которыми все доминируют потому что если ты человек существо социальное если он не учится доминировать то он то он становится как это омега ну тогда просто его начинают самое главное что возникают в момент когда это закрепляется в мозге длинными связями то есть которые на всю жизнь он вырабатывает систему адаптации вот этого секонд-хенда он себя чувствует вторичным всегда и это сохраняется потом на всю жизнь вот в чем трагедия для в том что меня все время говорят вот течение протяжения человеческой жизни так сяков значит там меняется поведение ребята она меняется в начале до 30 лет она наращивается и закрепляется долгими связями чем раньше тем на большее время но потом так как мозг вы можете менять по мере развития маразма да конечно погибают и там в некоторых случаях от стариков характер изменился чем чем же он изменился почему это вдруг он да потому что вот представим себе мозг человека у которого там много 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 структур какие-то маленькие какие-то побольше индивидуально изменчивость в десятки раз насчет маленькой структуре нейроны все погибнут а в большой еще много сохранится и сдерживающие компоненты у стариков исчезают они себя ведут оголтела в соответствии с конструкцией своей на самом деле просто исчезают некоторые адаптационные механизмы начинает вылезать вот это вот база которая это я с этим много раз сталкивался и при этом ну вот у меня там дочь да я на нее смотрю ее мама и другие родственники они мне говорят вот они ее совершенно невозможно заставить что-то делать она не хочет я говорю вы не понимаете она хазина все хазины но это наследственная штука невероятно упрямые но упрямые не в том смысле что бить башкой об стенку а в том что если мы считаем что если есть некоторая задача которая мне интересна то надо вот ее решать а все промежуточные вещи они носят второстепенный это очень здравая целевая установка нормально она противоречит обычному школьному воспитанию когда детям все время говорят не отвлекайся не отвлекайся не матом с другой стороны мы знаем что если есть гениальный художник он все время рисует и хоть ты его там пытаешься заставлять математику сдавать вот ну и тогда а будущий певец он он поет ну да ну и так далее как мне говорила опять-таки моя дочь которая очень хорошо рисует гола папа ну потому что я на протяжении там многих лет вместо того чтобы уроки учить я рисовал каждый день помп по многу часов но представляете что у него с мозгом какие там связи вам объясню просто на своем личном даже примере если есть возможность конечно но вот на своем личном примере я впервые попал в среду то есть скажем так в которой занимались профессиональные зоологии и биологии вообще в семь лет я ничего больше не знал да и не очень-то хотел потому что учился читать стать по судил по этим книжкам я там по определителю млекопитающих учился читать но ты по-другому я не себе ничего не представлял и когда я пошел в институт уже у меня за плечами было десять лет непрерывного гоняния этих вещей которые студенты начинают учить на первом курсе для меня это было смешно и уже к тому времени прослушал два раза на самом деле курсы то есть вот студенческий курс побел по общей биологии дважды там и химии биохимии все остальное тоже мне девать было маме некуда я сидел и слушал это все я уже извините меня за три три раза если ты учишься в высшей школе подряд да еще с раннего детства то есть надо туда даже без я но можно научить уж не про себя не говорю люди умудряются чему-то освоить поэтому с несопоставимая ситуация я там к окончанию института уже по три раза 15 лет этим занимался а там студенты какие-то приходят там учить два года естественно смотрю на это и детский сад просто тот ресурс который у меня был в памяти я использовал тогда для того чтобы человек который приходит уже в зрелом вас в 20 там лет или в 17 у него такого ресурса естественно нет это чисто про вопрос профессионального профессиональной специализации насколько рано он те же самые бахи у них же много было музыкантов гениальных но гений-то был один то есть они благодаря вот тому что очень рано специализации память используется по прямому назначению вот для конкретной работы были очень талантливые музыкант никто не спорит но гений был один у которого выпало как на картах уникальные комбинации конструкции мозга ну да но это как раз это понятно довольно частое явление но тут как раз вот чем была чем отличалась замечательно советская школа был очень широкий спектр вот логика при которой человек в 14-15 лет должен выбрать себе специализацию она мне кажется принципиально порочный мой опыт показывает что понимание того что тебе на самом деле нравится приходит лучшем случае лет 19-20 а в худшем она может прийти в 25 ну до 29 до 27 лет мозг еще созревает ну вот и не можешь этой конструкции в полной мере мой опыт опять-таки учительский свидетельствует вот о чем что чем умнее человек тем медленнее созревает его мозг люди сформировавшиеся в 14 лет они удивительно хороши им можно поручить там вести поход или еще чего-то но уже в 17 лет они становятся обычными а в 22 они становятся невообразимо скучны то есть они очень хороши вот вот этих конкретных функционалах а есть которые проявляют инфантильность 25 28 в 30 вдруг неожиданно ты его встречаешь в 35 и понимаешь что это не просто очень интересный человек он при этом абсолютно адекватен и может быть даже чуть не хуже тех которые были в которые рано созрели социально да да но он при этом как бы знать куда более шире и куда более глубже это плата к человек который медленно созревает долго у него есть возможность закреплять глубоко связи мозга ту новую информацию которую получает а те кто рано созревает то есть ранее социализация из них отличные получаются военные там да у которых именно именно полевые полевые да не генеральный штаб нет нет ген штаба на командующих да ген штаб это мыслитель да все таки а вот конкретные военные то что кавалер гарда век недолго в соответствии с песенкой вот они идеальные они может быть лучше из лучших и у них социальное созревание для многих других дел люди с таким созрано созревающим социальным мозгом они хороши все время были огромное количество комсомольских выжаков таких маньяков они отлично были хорошо отлично вписывались но они все исчезали из дальнейшей партнерам 40 работы потому что они ни на что на самом деле бы не спад голова была работала очень плохо хотя давала быстрый ранний результат известных да ну наше время постепенно подходит к концу а мы очень благодарны за интересный очень рассказ и кроме того за конкретное предложение мы конечно понимаем что реализовать его в рамках устойчивой социальной системы невозможно конечно а вот будет ли в ближайшие 5-10 лет наша система социально стабильный вот у меня есть большие сомнения и у нас и в западной европе в соединенных штатах америки поэтому я но по китай мы не говорим кита это может это просто волевым решением принять поэтому я с большим интересом буду смотреть на то как будут развиваться события мы вас ждем у нас спасибо спасибо до свидания до свидания а а